Продолжаем выпуск. Нервничают сейчас родители казахстанских школьников. В этом году им впервые предстоит сдавать вступительный и выпускной экзамен. Папа и мама жалуются на возросшую нагрузку, а репетиторы повышают цены на свои услуги. Людмила Батюшкина о подготовке к главному экзамену в жизни выпускников. У выпускников школ сейчас самая напряженная пора. До экзамена в считанные дни, потом ЕНТ, а после поступления в ВУЗ. У Галии Кадырбековой тройной стресс. Она собирается поступать на специальность транспорт и организация перевозок и узнала, что поменялся один из профильных экзаменов. Вместо математики ей придется сдавать географию. Я за месяц заново переучить предмет, я не в состоянии буду. Мне придется специальность целую менять. Получается, всю профессию и дальнейшую жизнь также менять придется. Репетиторы на расхват. Цены по республике колеблются от 500 тенге до 5000 за час. Но и школьные педагоги с выпускниками до самого окончания ЕНТ. Это усовершенствование в ВИНТ для того, чтобы, допустим, получить общий обязательный стандарт в школе и получить те знания, необходимые для поступления в ВУЗ. Но просто на детей нагрузка, конечно, сейчас двойная. Казахский язык для русских школ и, соответственно, русский для казахских из ЕНТ убрали. Будет три обязательных и два профильных предмета. Отличие этого года в предметах на выбор будет не по 20, а по 30 вопросов. Причем в 10 из них будет несколько правильных ответов. И каждый из них добавляет баллы. Так что выпускник в итоге может набрать не 120, а 140 баллов. У обладателей знака Алтын-Билге и победителей международных олимпиад больше нет преимуществ при поступлении в ВУЗы. По мнению учителей и родителей, это сведет на нет желания учеников добиваться этих статусов. Но в управлении образования они согласны. Тогда вопрос возникает, зачем мы поощряемся тоже грамотами различными, званиями и так далее. Они же тоже не поддерживаются какими-то финансовыми. Это тоже, будем так говорить, моральное поощрение. В целом новый формат ЕНТ направлен на повышение качества знаний. Теперь в школах будут учить не просто зазубривать ответы на вопросы, а вновь сделают акценты на развитие речи, логики и ораторских талантов. Психологи советуют родителям в этот период не слишком давить на выпускников. В этом смысле лучше говорить про то, что ты справишься. Я тобой горжусь. И ничего страшного в смысле всей продолжительности жизни не произойдет. Есть и другие секреты. Соблюдать режим дня, правильно питаться и есть больше витаминов, добавить в комнату больше желтого или фиолетового цветов, дробить заучивание и повторять через пару дней выученное раньше. Вот это я ответила, да. Он неправильный. Вот этот правильно. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Продолжение следует...